В Госдуме начинается весенняя сессия после новогоднего перерыва. Официально она стартует 14 января. Среди приоритетов депутаты называют социальную тематику, вопросы безопасности, а также реализацию инициатив Думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Между тем, наш корреспондент Ирина Синягина подготовила сюжет об итогах осенней сессии. Всего за год было принято более 500 законов. По-новому депутаты отнеслись к рассмотрению бюджета, определили 10 отстающих регионов для поддержки из центра. Кроме того, впервые в финансовый план вошло обязательство кабинета распределить трансферты регионам до нового года. Также в осеннюю сессию Дума продолжила защищать права обманутых дольщиков. Компенсации гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, освободили от подоходного налога. Право на возмещение получили и участники жилищно-строительных кооперативов. Конечно, у каждой фракции были свои приоритеты. Я абсолютно убежден, что главный закон, который поможет нашим гражданам, это отмена так называемого банковского роминга. В целом, за целый год 27 наших инициатив нашли поддержку у большинства. Это и вопросы долевого строительства, это и вопросы сегодня решения проблем граждан по защите детства. Мы говорили о том, чтобы дети, которые ходят в одну школу, и соответственно, если у вас есть ребенок, то тоже должен пойти в эту же школу. Одним словом, это законопроект, который в первую очередь направлен на защиту наших граждан. Другое важное решение дохода граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, освободили от НДФЛ. На вопрос, слышат ли в Думе оппозицию, Владимир Жириновский четко ответил. Слышат, мы выступаем, продлеваем дачную амнистию, но кто-то уже давно ее использовал. Продлеваем финансовую амнистию, кто-то не собирается ее делать. Это все, это каждый закон понемножку главный для той категории граждан, которой он касается. Главное, очевидно, это бюджет. Бюджет мог быть бюджетом развития, но для этого надо аккумулировать. Его было 33 триллиона, а он на 10 триллионов меньше. На мой взгляд, пока не удалось изменить ситуацию. Мировые темпы 3%, а у нас это общество около 1%. По экономике и социальной сфере много спорили, а решения, касающиеся международной повестки и внешнего давления, принимали единогласно. Говоря о весенней сессии Госдумы, то она будет почти вдвое длиннее осенней, завершится только в начале августа. В это время продолжится работа над социально значимыми законопроектами. В их числе инициатива об обеспечении школьников горячим питанием и установке автоматических дефибрилляторов в общественных местах. Другое. Могут быть приняты важные экономические законопроекты, в том числе и долгожданные инициативы по защите капиталовложений и инвестиций.